Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Время ли сегодня покупать жилье? Какие проценты предлагает нам ипотека? И как подобрать выгодный вариант кредита? В нашей студии руководитель Департамента обеспечения жильем и кредитования Самарского областного фонда жилья и ипотеки Наталья Ладова. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте! Ну, хотелось бы начать с того, что изменились экономические условия, все мы это прекрасно знаем, и хотелось бы услышать от вас советы, на что нужно обращать внимание перед тем, как решиться все-таки взять кредит, такой серьезный, да, и совершить такую серьезную покупку, которую, может быть, один-два раза в жизни делаешь, это покупка квартиры, жилья. На что нужно, на какие детали обратить внимание? Ну, наверное, нужно начать с того, что оценить свои возможности. То есть мы сейчас должны понимать, что увеличились процентные ставки. То есть ставки стартуют от 15% и могут заканчиваться 25-23%. Дальше у нас изменились цены немного на рынке недвижимости. Это связано с тем, что сейчас нет того уровня предложений, которые мы наблюдали в декабре, в ноябре месяце, даже в октябре 2014 года. Это связано с тем, что люди теперь боятся продать, потому что они не могут взять под большую процентную ставку. Поэтому, если вы все-таки решили, если вы все-таки накопили, то, наверное, попробовать стоит, потому что все равно до сих пор на рынке сохраняются предложения интересные и на первичном рынке, и на вторичном рынке жилья. И есть возможность посчитать ипотеку и под 14,5%, и под 15%. Да, это платеж больше, несомненно, чем под 12%. Но если ставить вопрос о том, чтобы дождаться, когда ипотечная ставка будет снижена, то, конечно, здесь вопрос. Потому что мы все зависим от ключевой ставки, будет она снижена или нет, а вслед за ней ипотечные кредиты. Это у нас на долгосрочной перспективе. То есть мы не можем это предугадать. Да, может случиться ситуация, что ключевая ставка поменяется, и ставки вернутся на позицию 13-14. А если этого не случится? Готовы ли вы откладывать покупку так долгожданного вам жилья? Дальше вопрос возникает. Будет ли это жилье потом на рынке? То есть каково будет предложение? То есть сейчас все прогнозируют такое некое затишье на рынке недвижимости. Поэтому, если уж решились, я советую купить. Тем более, когда вы выбираете себе процентную ставку и одобряетесь под нее, то вы должны учитывать, что ставка в 12% и 14% – да, вроде бы большая разница. Но в то же время, если посмотреть на ежемесячный платеж, то исходя из чего вы платите, то разница небольшая. То есть она может составлять 500-600 рублей. И если ставить на весы свою долгожданную покупку из 600 рублей, я думаю, что здесь как бы все-таки в пользу покупки. Кроме того, нужно учитывать стабильность своей работы. Есть ли возможно, будут ли какие-то сокращения? Нет. Но я думаю, что, как правило, сейчас в условиях сегодняшней ситуации уже у некоторых на работе есть информация о том, будет ли сокращаться штат и так далее. То есть вы можете оценивать, в какой сфере вы находитесь. Если вы находитесь в сфере, так скажем, рисковой, которая полностью связана с кредитованием, с процентными ставками, то тогда, наверное, стоит немножечко подождать и выждать эту паузу. Если вы на стабильной работе, которая в большей степени не зависит от таких параметров, то, наверное, стоит и решить. А если люди уже в конце года успели все-таки взять кредит под ставку 12%, нет ли у них риска того, что вы им повысите на 2-3 процентов в течение года? На самом деле наш заемщик защищен законодательством. У нас в гражданском кодексе написано, что если вы заключили договор, и в договоре есть пункт об одностороннем изменении условий от кредитора, то в этой ситуации, конечно же, вам кредитор может поднять ставку. Если же такого пункта нет, то любое изменение существенных условий, а вот процентная ставка, срок, сумма, это как раз существенные условия, изменить это невозможно. Поэтому эти люди будут спокойны. В большинстве кредитных договоров таких пунктов об одностороннем изменении условий не содержатся, в том числе и в самжим. Обратите внимание обязательно. Да, обязательно. Поэтому, когда вы заключаете кредитный договор или закладную, подписываете, читайте, просите заранее дать вам ознакомиться с документами, для того, чтобы быть подкованными и не попадать в ситуацию об одностороннем изменении. Вы сказали, что ставки процентные от 15 до 23. В каких случаях это будет 15%, а в каких 23? На что ориентироваться? Это будет зависеть. Мы делали аналитику, мы делали некоторые мистери-шоппинг, то есть мы ходили по банкам и уточняли условия. И, конечно, все зависит от самого банка. То есть банки с господдержкой, они дают более меньшие процентные ставки. Полностью коммерческие банки, они дают большую процентную ставку. Зависит ставка в том числе и от первоначального взноса, и от количества участвующих, и готовы ли выступить ваши близкие родственники поручителями. То есть несколько факторов, которые делают нам с вами общую картину. Вот ваш фонд, Самарский областной фонд жилья и ипотеки, чем-то отличается от других? У вас есть какие-то преимущества? Все-таки вот сохранили вы что-то, чтобы привлечь клиентов? Да, у нас работает программа, мы предоставляем ипотечные и по тем продуктам, которые предоставляют наши банки, партнеры. И в то же время мы в дальнейшем, в этом году будем реализовывать кредитование в рамках программы «Жилье для российской семьи». И там будет отдельная процентная ставка для таких категорий, это под 12,8. Может быть ставка будет корректироваться, но не в большую сторону, то есть пока мы вот такую среднюю выдерживаем. Это, конечно, потрясающий проект в том плане, что это для определенных категорий, которые у нас незащищенные. Второй момент – это стоимость квадратного метра. Пока она, 30 тысяч рублей за квадратный метр, может быть, ненамного увеличится. И это, конечно, льготная ипотечная ставка. Вот это будет все предоставлять фонд, будет вести списки, будет принимать от наших граждан заявления. Мы более подробно уже с февраля начнем проводить мероприятия по приему таких заявлений, по информированию вообще, что это за программа, насколько она интересна, кто может в ней поучаствовать. То есть это то, чем сейчас занимается фонд. И еще второй момент интересный – это связано с реализацией квартир. То есть мы нацелены на то, чтобы обеспечивать нашу Самару и Самарскую область жильем эконом-класса. Соответственно, это цены чуть-чуть ниже рынка. Мы придумали новые проекты для этого, то есть чуть-чуть могу попозже об этом рассказать. Да, эти уже квартиры дома построены уже? Да. Вот, например, сейчас у нас началось… Это не в Кошель в проекте? Нет, нет, нет. Мы реализуем в разных абсолютно участках. То есть у нас реализация идет в Южном городе. То есть это для тех, кто хочет жить за городом. То есть как бы и с одной стороны в городе, и в то же время за городом. У нас жилье и в центре города, у нас жилье и в поселке Новосемейкино. В центре города не может быть эконом-класса, наверное? Не эконом, но и при том не ВИП-класса, когда 120 квадратных метров. То есть, например, однокомнатные квартиры 50 квадратных метров, трехкомнатные квартиры 80 квадратных метров. То есть это на грани, так скажем. Вот сейчас в Советском районе у нас активно идет реализация Советской армии Дыбенко. Там эконом-жилье. Часть квартир мы передали по муниципальному контракту, а часть квартир мы отдали в реализацию. Квартиры абсолютно разного плана. От 36 квадратов до 45 квадратов. Однокомнатные, например, двухкомнатные от 56 и до 65. То есть на свой вкус и цвет. Да, а вот как попасть в число тех людей, которые вот в это жилье заселятся? На самом деле, если мы говорим о списках и жилье, жилье для российской семьи, то здесь необходимо отдельную процедуру проходить по признанию вас участниками программы. Если говорить о покупке у нас жилья обычного, вот как сейчас на Советской армии Дыбенко, то достаточно нам позвонить, с нами связаться по нашему контактному телефону, либо можно прийти к нам в фонд проконсультироваться. Но еще более удобное, эффективное, это так называемые эффективные списки. У нас на сайте представлена возможность заполнить анкету, согласно которой вы выбираете, какую квартиру вы хотите, в какой год вы ее хотите купить, в скольких комнат, в каком районе. И таким образом у нас формируется некий реестр с вашими контактами. И когда у нас выпадает в продажу тот или иной объект, мы делаем сортировку, смотрим, кто у нас хочет в Советском районе. Позвонили, обзвонили, сказали, что он старт продаж под такую-то цену. Дальше посмотрели вообще, кто хочет, например, однокомнатные, двухкомнатные, обзвонили, то есть в этом году, в 2015 или там в 2014 у нас были заявки. Кроме того, у нас могли люди через онлайн-систему задают вопросы и оставляют свои контакты, что мы хотим купить вот такие-то квартиры. Таким образом у нас собирались вот этот эффективный список по Советской армии Дыбенко и очень успешно прошла продажа. То есть вы берете на себя функции риэлтора, не нужно кого-то за дополнительные деньги привлекать? Да, конечно, мы работаем с риэлторским сообществом, это обязательно, потому что и они нам дают информацию, мы им даем, мы даем им возможность с нами взаимодействовать. То есть клиент может выбрать, может он пойти через риэлтор или может он пойти через САВЖИ. Но просто САВЖИ дает сейчас возможность заранее, за несколько месяцев оставить свой контакт и потом получить возможность в старт продаж, вот в этот день вам будет сделан звонок и вы сможете купить именно ту квартиру, которую вы хотите. То есть это новшество. Удобно. Удобно. Вот, например, у нас прогнозируется продажа еще в Советском районе, ближе к лету. Уже пошли записи. И таким образом и для нас удобно, потому что мы видим, кто у нас хочет, когда у нас хочет купить квартиры, какой у нас темп строительства должен быть. То есть мы формируем потребность в мониторе. И вам удобно, потому что вы точно знаете, что в нужный момент вам позвонят и пригласят на встречу. У вас были две социальные программы «Молодая семья» и «Материнский капитал». В связи с тем, что произошло, они не сократились? Нет. Молодая семья у нас так и продолжает действовать. То есть когда мы людям, которые подали к нам заявление, которых мы признали участниками программы, при рождении ребенка и наличии ипотечного кредита мы компенсируем 5% от расчетной стоимости. Поэтому, если есть желающие, пожалуйста, подавайте заявление. У нас «Материнский капитал» также учитывается при кредитовании. Кроме того, у нас функционирует социальная программа для государственных, муниципальных и бюджетных служащих. Это все продолжает функционировать. У нас функционирует программа для молодых учителей. То есть мы продолжаем принимать заявления, и у них идет компенсация первоначального взноса, но не более 20% от стоимости ипотечного кредита. И еще у нас есть одна программа для молодых педагогов. Мы им компенсируем разницу между той процентной ставкой, под которую они взяли ипотечный кредит, и ставкой 8,5% годовых. То есть все это действует. Мы рассказываем, у нас очень часто приходит информация и на сайте, задаются вопросы. Очень оптимально, когда человек нам пишет на сайт через портал СовЖИ, потому что мы отвечаем в течение суток, дается полная консультация. Если какие-то документы нужно затребовать, то есть мы уже можем общаться и по телефону, по контактному, и по электронной почте. То есть достаточно открытое онлайн-общение. Да, я хочу напомнить, что у наших телезрителей тоже есть возможность получить ответ на вопрос. Если вы решились покупать жилье, квартиру, пожалуйста, звоните. Первый вопрос. Какую максимальную сумму кредитования можно получить в вашем фонде, Ирина? Максимальная или минимальная? Максимальная. Максимальная. Максимальная сумма у нас... Сейчас страшно, наверное. Да, максимальная сумма это до 9 миллионов рублей. Минимальная сумма это 300 тысяч рублей. Но вы должны понимать, что когда мы говорим об максимальной сумме, это должны быть соответствующие доходы. То есть ставка сейчас увеличилась. Я могу вам просто сказать о том, что если раньше на миллион рублей, чтобы взять миллион рублей, нужно был средний доход семьи 30-35 тысяч рублей, то сейчас это 40-45. Увеличилось. Да, это легко все просчитать. И в противном случае вы просто не дадите кредит. Да, мы скажем... А если вот там 38-39? Да, в этой ситуации мы либо уменьшим сумму кредита, либо мы увеличим запрашиваемый срок. Например, человек хотел на 20 лет, а мы ему предложим. Да, мы готовы тебе выдать миллион, но, пожалуйста, возьми на 25 лет кредита. А потом уже дальше можно решить вопрос с досрочным гашением. То есть я призываю клиентов не бояться увеличения срока. Я всегда за то, чтобы срок был максимально возможный, чтобы потом была меньшая нагрузка финансовая по ежемесячному платежу. И таким образом формируется возможность накопления частичного досрочного гашения. Либо вариация того, что действительно, если не хватает дохода, можем предложить, пригласить в созаемщики, например, лицо с большим доходом, чем созаемщик, которого вот вы предложили. То есть вариаций всегда много. До последнего общаемся, до последнего выхода ищем для того, чтобы прокредитоваться. Если уже мы не можем прикредитовать по своим ставкам, то мы знаем, как работают другие банки. Мы знаем их требования, мы знаем их процентные ставки. И мы никогда не жадничаем, так скажем, мы отправляем в другие банки. То есть есть у нас партнеры практически во всех банках. Когда мы звоним и говорим, там, Любовь Ивановна и так далее, пожалуйста, возьмите у нас клиента. То есть мы понимаем, что у вас клиент может пройти под ваши ставки, под ваши условия. И с удовольствием берут. И таким образом у нас налажено взаимодействие между банками, между соответствующим сообществом. Следующий вопрос, Станислав. Если я найду квартиру в другом регионе, хочу в Крыму, это не противоречит вашему фонду? Противоречит, к сожалению. Мы выдаем только на приобретение квартиры, земельного участка, дома, который находится на территории Самарской области. Мне одобрили кредит, сейчас ищу квартиру. Можно ли из старого жилого фонда? Вы, наверное, не можете вымешивать. Старый жилой фонд, это что мы под этим понимаем. То есть у нас, когда мы оцениваем, какой объект мы можем принять в ипотеку, мы описываем и говорим о том, что должен быть определенный процент износа. Не более 60%. Например, перекрытия могут быть где-то частично деревянные, а где-то не могут быть. То есть каждый проект, он индивидуален. Например, если дом является культурным наследием, либо памятником, то здесь должны быть определенные обязательства взяты. То есть вот это сложные случаи, которые разбираются индивидуально. Поэтому для некоторых старый жилой фонд – это хрущевка. Для некоторых старый жилой фонд – это бараки. Для некоторых старый жилой фонд – это комната в общежитии. Поэтому это очень обтекаемое понятие, и мы как бы индивидуально всегда смотрим. Да. Еще вы уже говорили про систему эффективных списков. А вообще кто может претендовать на социальные выплаты? Вы сказали, что они сохраняются, и социальные программы. А кто подробнее может претендовать на социальные выплаты? Да, я хотела бы сразу разделить вопрос с эффективными списками. Эффективные списки – это любой человек, который хочет купить у нас жилье. То есть это человек, который подаст к нам заявку и скажет о том, что я хочу купить у вас однокомнатную, двухкомнатную, трехкомнатную и так далее квартиру. А вот те, кто у нас претендует на социальные выплаты – это те, кто подходит под соответствующие категории, установленные, утвержденные нормативно-правовыми актами. И в этой ситуации, например, если это молодой учитель, значит он имеет право к нам обратиться, мы ему дадим список документов, по которому он соберет эти документы и нам предоставит. И далее в течение 10 рабочих дней мы примем решение о том, соответствует он программе или нет. Если не соответствует, то мы делаем замечание к его документам, и человек добирает необходимые документы, необходимый список, и уже предоставляет нам повторно. Если же, например, он вообще не подходит, бывают ситуации, когда претендуют на учителя те, кто являются педагогами. То есть у них даже может быть указано, что учитель, но они работают в доп. образовании, это не подходит по нормативно-правовому акту. К сожалению, мы вынуждены здесь отказать, потому что для педагогов программа по компенсации первоначального взноса уже закончена. Если это молодая семья, то опять же, есть критерии подхода к молодой семье. У нас обращается клиент, либо приходит, либо звонит и обращается к нам, специалист выходит к нему и дальше взаимодействует. То есть здесь мы не говорим об онлайн-обращении, здесь мы говорим о личном контакте, либо по телефону, либо на личном приеме. Следующий вопрос Анатолий. В 2014 брал автокредит, погасил, сейчас хочу взять кредит, но нигде не могу его взять. Вы же можете дать кредит деньгами? Всего 100 тысяч рублей. А кредитная история у меня хорошая. Смотрите, если мы говорим просто о потребительском кредите, то, к сожалению, мы его дать не можем. Единственный вариант, который мы можем предложить как альтернатива, это если есть собственная квартира, и мы закладываем эту квартиру и предоставляем вам денежные средства. Вот в этом случае ипотека есть, это ипотека в силу договора называется, но деньги, которые мы предоставляем вам, они неконтролируемые. То есть вы их тратите на все, что угодно, либо на отпуск, либо просто на какие-то собственные нужды. Вот в этой ситуации можно, потому что вряд ли человек будет за 100 тысяч рублей покупать квартиру. Таких цен просто нет. Вот Анатолий отметил, что у него хорошая кредитная история. Есть ли ваши клиенты, заемщики, все выплатили? Имеют ли они какие-то преимущества и льготы для следующего кредита? Это тоже важно, особенно сейчас, когда любыми возможностями... Да, поняла. Как правило, льготы в процентной ставке, либо в сроке, они не выражаются. Но данному клиенту, как правило, более лояльный подход. То есть здесь уже андерайтер смотрит о том, что положительная кредитная история, значит, если клиент проходит, например, по самой грани, то есть вот у него доход, и вот с этим доходом он запросил, например, 2 миллиона, то в ситуации, если кредитная история не очень, либо она отсутствует, как правило, андерайтер может немного снизить одобряемую сумму. А положительная кредитная история, она влияет на то, что будет выдана полная запрашиваемая сумма, потому что видно, что человек уже добросовестный. И кроме того, положительная кредитная история влияет на срок принятия решения. То есть это один из тех факторов, который позволяет быстрее принять решение и уже быстрее просматривать платежеспособность клиента. Следующий вопрос Танзеля задает. Покупаем квартиру в Южном городе, в ипотеку. Процент был 15,5 годовых. Аккредитации банка не было. Такой же процент останется или нет? Если мы говорим о том, что, если мы говорим про наш Южный город, то аккредитацию мы сейчас планируем сделать в Сбербанке, и там уже будет процентная ставка в районе как раз 14,5-15. Если же мы говорим о других банках, где у нас есть аккредитация, то там пока процентная ставка 17. То есть если человек покупает сейчас, то, скорее всего, он попадет на повышенную процентную ставку, потому что как только ключевая ставка изменилась, все партнеры, которые аккредитовывали у нас данный объект, они тоже увеличили свою процентную ставку. Но мы, как вариант, предлагаем пойти в Сбербанк, где меньшая процентная ставка, даже пока он сейчас не аккредитован. Мы просто даем пакет документов, и, в принципе, менеджеры принимают с нашим пакетом документов. Поэтому мы даже называем наш проект не Южный город, а Юг-Сити. То есть Юг в 14-м квартале. Наталья, вы были в Южном городе, смотрели квартиры, дома? Ну вот, ваш взгляд, как профессионала? Ну, я думаю, что это альтернатива выстроенному Кошелев проекту. Красивые дома, то есть сам Южный город, который отстраивается, новая инфраструктура, доступные торговые центры. Амбар построен, метро рядом. То есть людям будет хорошо. Единственное, что только, конечно, необходимо решать вопрос с мостами. Потому что людям тяжело добираться, и нужно каким-то образом транспортную развязку налаживать. Потому что, если все реализуется, как и задумано, то это будет огромная территория с огромным населением, молодым преимущественно. Потому что туда стараются ехать с семьей, с детьми. То есть нужно обеспечивать инфраструктурой. На самом деле, я приветствую такие объекты и такие вот проекты. Собственно говоря, поэтому САВЖИ и участвуют тоже там. У нас там целых два квартала, это 14-й и 12-й. И мне кажется, там именно возможность получить уже собственное жилье, потому что оно несколько дешевле, чем в городе. И возможность уже не жить с родителями, что очень часто у молодых семей встречается. И может быть даже получить сразу не однокомнатную, а двухкомнатную квартиру. Планируется в самом Южном городе, там же очень много разных и спортивных секций, и детских садов. То есть также, у кого маленькие дети не могут попасть в детские сады. Это тоже альтернатива, чтобы было куда отвезти своего ребенка. Потому что все новое, это всегда так настораживает. Не много, но... Нет, на самом деле, я приветствую такой проект. И на самом деле, мы только за такие проекты. Я думаю, что они будут открываться. Это хорошее начало тому, чтобы город развивался, город двигался. И очень многие говорят о том, что вот дышать там лучше, свежий воздух. То есть такие вот экологичные вопросы тоже решаем. Это плюс. Нина Александровна интересуется... Значит, у нее дочь, мать, одиночка. И есть ли программа для таких матерей? Хочется ипотеку на получение квартиры? Такая программа отдельно для матерей-одиночек нет. Но есть, вот опять же, когда будет программа «Жилье для российских семей» запустится, это один из вариантов. Потому что здесь мы говорим о наличии ребенка. И, скорее всего, нужно смотреть по квадратным метрам. Если на каждого члена семьи будет менее 18 квадратных метров, там, где сейчас проживает ее дочка с ребенком, то она сможет поучаствовать вот как раз «Жилье для российской семьи» под льготную процентную ставку и под льготную стоимость квадратного метра. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь к нам в феврале месяца. Мы будем ждать с заявлениями. Мы взяли кредит по программе «Молодая семья». Сейчас ждем третьего ребенка. Полагается ли нам какие-то скидки? Ну, вообще скидки бывают? Как правило, скидок нет. Мы иногда устраиваем акции. Вот у нас была акция под Новый год, под Рождество. Была снижена, и при том существенная стоимость квадратного метра. То есть такие акции бывают. Отслеживайте, пожалуйста, наши акции к праздникам. То есть вот 8 марта, 23 февраля. Такое мы делаем. Что касается, когда рождается третий ребенок, то всем мы знаем по поводу земельного участка, да, чтобы обращались. И как раз наличие третьего ребенка, это тоже, опять же, возвращаясь к жилью для российской семьи, это кандидаты для льготного жилья и для льготной ипотечной ставки. А уже само по себе льготная стоимость квадратного метра – это огромная скидка. Или вы берете за 50 тысяч рублей за квадратный метр, или за 30. То есть это существенная разница по цене. Бывают такие кредиты еще, которые называют нецелевыми. Что это за кредит, и можно ли его оформить в сувжи? Да, это вот как раз Анатолий нам задавал вопрос. Это нецелевой кредит, это когда, с одной стороны, ипотека, то есть вы заложили собственное жилье, это дом, либо квартира, и вам предоставляется на весь срок денежные средства. Называется нецелевой, потому что ни банк, ни фонд не контролируют, куда вы потратите эти денежные средства. Вы можете на них приобрести еще одну квартиру, вы можете в путешествие отправиться, вы можете купить машину. То есть нецелевой, значит, непонятна цель, и фонд, ни банк не отслеживает ее. Есть ли у вас риэлторы, которые помогут быстро и качественно подобрать жилье? Да. У нас есть такая услуга, то есть фонд пробовал в прошлом году заниматься самостоятельной риэлторской деятельностью, но как одной из функций мы предоставляли услуги по продаже, по реализации, но в силу очень большой многофункциональности фонда получалось только, что мы не могли обхватить всю ту аудиторию, которую бы мы хотели обхватить и оказывать на супервысоком уровне своей услуги. Поэтому что мы сделали? То есть нам не хотелось уходить от этого. С теми риэлторскими агентствами, которые с нами работают, которые уже многолетний опыт с нами взаимодействует, с которым есть соглашение, мы заключили дополнительное соглашение, где прописали, что если клиент пришел от фонда, с ним заключается официальный договор, и стоимость таких услуг существенно снижена. То есть если вам надо реализовать квартиру, то есть продать, либо купить с помощью риэлтора, это будет стоить 30 тысяч рублей. Если вы хотите и то, и другое, чтобы продали вашу квартиру, и вам подобрали, это будет стоить 50 тысяч рублей. То есть если промониторить общий рынок риэлторских услуг, то это существенно меньше. Я бы, наверное, хотела отметить такие риэлторские агентства. Это у нас агентство недвижимости «Монолит», это агентство недвижимости «Инфокон», это агентство недвижимости «Лучшие решения», «Миан», это агентство «Новая жизнь», то есть «Самарская недвижимость». Это те агентства, которые проверены, и поэтому, когда к нам приходят клиенты, мы обязательно их отправляем к риэлторам. Да, и уже риэлторы с ними отрабатывают, и у нас есть абсолютно довольные клиенты, которые были счастливы, потому что пробуют самостоятельно продать. И я, на самом деле, клиентам всегда прошу и рекомендую, начните продавать сами. Вот если не получается… Не пойдет. Да, вот тогда уже тратьтесь на это, но опять же приходите к нам, мы вас направим к тем риэлторским агентствам, которые проверены, которые проверяют документы, которые грамотные, которые в правовом отношении грамотные, в риэлторском отношении грамотные. Да, это, конечно, очень важно, что ты говоришь. Да, мы стараемся сейчас как фонд охватить все сферы максимально. Если мы сами не можем что-то сделать, мы пытаемся договориться с нашими партнерами, чтобы они оказывали эту услугу за меньшие деньги, но также качественно. Еще одна актуальная тема – это покупка машин, автомобилей. Скажите, вот ситуация на этом рынке как-то тоже изменилась в связи опять с теми же экономическими условиями? Да, изменилась, конечно, потому что у нас был ажиотаж в конце декабря, когда раскупались очень сильно машины. Новые машины пока еще не поступили в реализацию, то есть понятно, что у людей сейчас очередь, и в связи с этим есть энное количество пунктов, в связи с которыми поднялись цены и на вторичном жилье, и на первичном жилье, ой, жилье, прошу прощения, на автомобильном рынке. Поэтому, наверное, стоит, может быть, подождать, пока сейчас придут новые автомобили в автосалоны, и тогда уже люди начнут брать новые машины, а те, кто планировали продать свои на вторичном жилье, на вторичном рынке, они немножечко пустятся. А вот здесь есть какие-то льготы в отношении автокредитов? У нас автокредит не реализуется. Единственное, что те банки-партнеры, которые с нами работают, они нам предоставляют условия, и иногда бывает, что в разговоре человек скажет о том, что вот у меня еще такие-то планы, и мы, как правило, информируем о том, что вот есть такие-то банки под такие-то проценты. Кроме того, у нас на стенде предоставлен раздаточный материал, где тоже клиент пока ожидает, например, менеджера, он может посмотреть такие условия. То есть максимально стараемся проинформировать. А ставки те же, от 15 до 23? Нет, ставки там тоже увеличены, там существенно, да. То есть автокредитование, оно на порядок выше. Так же, как выше автокредитование, потребительское кредитование, там ставки и до 30 доходят, к сожалению. Но на самом деле я думаю, что... Но суммы меньше, да? Да, суммы меньше, и, естественно, платеж тогда корректируется. На самом деле я очень верю в то, что мы в таком состоянии будем жить недолго, то есть у нас все поменяется. Любой кризис, он рано или поздно заканчивается, и у нас 2008 год, это подтверждение тому. Поэтому я думаю, что кризис это повод к тому, чтобы что-то поменять, что-то наладить, переосмыслить, и в дальнейшем также все будет восстанавливаться. Я думаю, что мы вернемся и на позицию ставок 11% для ипотеки, и жилья доступного, и автокредитование. То есть я думаю, что потребительский сектор все-таки будет восстанавливаемым. Спасибо за такое оптимистичное завершение нашей беседы, за то, что ответили на многочисленные вопросы через зрители. Всего вам хорошего. Спасибо вам за внимание и активность. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин